Ой, рассказывай. Как ты лоханулся? С зубами-то. Рассказывай. Не буду я рассказывать. Ну чё? Чё будешь теперь делать? Жена из дома выгонят. Ну да. Ну ничего, в уголку постоишь пару часов. Девочка, она меня за такие деньги убить хочет. Била ж я тебя. Прибить. Ну я ж била тебя. Серёжа, не в деньгах-то счастье. Не в деньгах дело. Чё ты так делаешь? А это вот так, когда зубов нету? А, так мне не надо. Ну а чё ты? Просто вовремя предупреждать надо, чтобы я рассчитывала на это. Деньги, мусор. Я в курсе, надо предупреждать. Потому что я этот мусор запланировала на другое. Хуже было. Кто? Вылазили. Мы вроде не залезли. Так я ничего не говорю, просто надо предупреждать заранее. Да. Ну так, Серёжа, некрасиво. Нахрен. Да перестань. Борогие товарищи. Иди ты. Жизнь. Держись. Ноготь сломалась. Всё, теперь ногу. Теперь уделать денег. Нет, всё. Всё. Всё, шеф. Всё пропало. Всё пропало. Ой, писец. Какой-то фильм нашла. Турецкий. Про какого-то чудо-доктора. Он это самое... Болеет этим. Аутизм у него. И доктор какой-то. Чудо-доктор, по-моему, так и называется. Супер-доктор. А, супер-доктор? Угу. Доктор с аутизмом. Лежим, смотрим. Доброе утро, девочки. Время шестой час. Все спят. Ещё птички. Птички чирикают. Чё у нас тут? Многорадусники. Ветер холодный. Дубы, видите, ещё голые. Ну, начинают уже. Серёжа на работе. Поехал. Утро. Ой, девочки. Чё-то у меня изжога. Купила магазинные такие клёцочки. Лень же самой была делать. И поела. А теперь меня изжога мучает. Который раз убеждаюсь. Готовь сама. Просто хотела на быструю руку чего-то поесть. Липа ещё не такие зелёные. К нам. Карусель, карусель. Кто успел, тот присел. Приходи на наш весёлый карусель. Всегда, когда они приезжают, всегда холодно. Это закон. Иду от врача. Ходила сдавать кровь. Время было у меня на восемь. Сейчас уже девять. Ёк-макарёк. Всё равно ждёшь. Хоть есть у тебя назначенное время, а что нет. Надо же пенсионеров сначала вперёд. У них же меньше времени, чем у тех людей, кто работает. Зеленеет. Сегодня обещает хорошую погоду. А я бегом-бегом. У меня ещё на работу. Короче, сдала я кровь. Следующий термин. Аж в августе. В смысле? Я сдала кровь. Мне же, наверное, теперь знает результат. Может, мне таблетки нужны или ещё чего-то. Аж в августе. Я так подумала... Да не пошло оно нахер всё. Может, мне срочно нужны, да? А, нет. Так подумала. Идёт оно всё лесом. Смотрите, какая красота уже. Нарциссы отцвели. Подстригут. Птички чирикуют. Не могу туда в парк зайти, потому что Серёжа должен подъехать за мной. Сегодня решила, наверное, сделаю окрошку. И раз помидоры дешёвые, сделаю аджику. Ему задание дала. Всё, он теперь отработался. Теперь можешь на работу аж 29-го идти. Смотрите, какая красота. Сегодня погода очень хорошая. Тихо говорим. Слава Богу. Ой, девочки. Всё. Окрошку с Серёжей сегодня в четыре руки сделали. Поели. Теперь надо убирать. И он купил помидоров. Надо будет накрутить. Хрем купил. Будем крутить. Жгучку. Все по-разному называют. То жгучка, то джика, то тримодёр. Ещё чего. Все по-разному. Главный результат один. Вкусно. И всё. Кушаю потихонечку свои лукумы. Розовые вообще весь съела уже. Вот когда сильно прям захочется сладенького. Остался ванильный и гранат. Нет, нет, да? Съем. У меня больше его никто не ест. Да, давай, залазь. Обещали сегодня 20 градусов. Поверю. Если только на солнце. Потому что Только солнышко ушло на другую сторону. Всё. Холодно. Серёжа, я там посылку отправлял. Каждый раз же новые всё у них требования. Что-то спину. Что, отправил? Без проблем? Ну, бывает. Сколько заплатил? 32. Ой, Ра, это... 32? Да. До 2 килограмма, ну, получается, там 20 чем-то, да? Ну, да. А то, что откроется волос, что... Если вдруг что-то назад вернули, значит, 32. Ничего не делается просто так. Всё, за денежку. Я не успеваю. Я не успеваю зарабатывать. Я не успеваю зарабатывать. Ну, не успеваю я. Они почему-то тратятся быстрее, чем я зарабатываю. Надо скорость увеличить. Надо скорость увеличить. Надо, наверное, ещё работу найти. У меня и так две официально. Уберёт. 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 он говорит нет я тоже у него свои причины а мы вот думаем если все нормально будет слетать бабы бабы родня и на могилы и друзей хочу увидеть надо так что посмотрим сегодня меня удивило приятно удивило что над бундестагом знамя победы советское вывешали не совсем еще не совсем еще умалишенные помню скольких жизни это стоило приятно была удивлена что не совсем еще рубились как некоторые смотрела выступление президента украины тоже принял закон о том что никакие оказывается у них 9 мая не было никаких дней побед никаких ничего ничего не было это был фашизм все своего деда так обосрать вот блять люди продаются за деньги а люди все свято верят они в одной стране ни один президент не будет за народ родить не будьте люди такие наивные ни в одной стране президент за простых людей думать не будет не ждите не ждите каждый делает свою судьбу сам каждый делает только для себя хорошо для себя не для соседа не для народа не для кого не будьте уже такие взрослые и наивные а это прям короче день европы будут шоем то европа дала день европы будут отмечать на украине ну и естественно парад знаете какой-то очень рады очень рады что у нас дядя с ленинграда могла бы промолчать не не высказывает просто уже на такой степени и вот это вот и там появляются у меня тоже всякие миссис марпл блять уже засунься под лавку не надо мне уже тех заблокировала которые мне писали да вот так было правда вот так было правда вот так те делают вот так те делают я не дурочка я знаю что мне смотреть и какие выводы мне делать можно у меня будет свое мнение а вот это вот заходить гавкать здесь не нравится расходятся наши значит убеждения уходим уходим а то люди что-то пишет она ладно мне гавкает она еще моим подписчикам гавкает ну не херила ты их блять ни одна блять не покажет свою физиономию морду лица и настоящее имя и фамилию ну ни одна стервь шо ж вы такие ссыкуны шо ж вы ссыте то показать свою двуличную личность нет надо зайти и гавкнуть зайти и гавкнуть уже ж блять знаете что от гавкаюсь шо ж заходите то и гавкаете колы вже нагавкаетесь панчохи думаете я буду выбирать выражение по отношению к вам нет ни в коем разе не буду вот раз сказала закройся уже как говорила у нас соседка нина сержанська закрысь тубикажу то и ты там закройся нет ладно мне но когда уже подписчикам говнецо пишет там мне это не нравится мне приходится отгавкиваться ой господи так наперлась девочки тайна так наперлась голодухи той окрошки целую литру сгила думаю щас лопну думаю нопну сегодня о своей бабульки говорю наверное говорю поеду в этот монголию там тихо спокойно люди спокойны она говорит боже это ж моя мечта была она такая что весь мир уже по три раза видавшая а в монголии не было так хотела в китай когда летала она хотела она девочки чё за картинка будет он у меня чё-то это волосы дуру гонит транссибирская магистраль была на все хотела туда поехать через этот поезд и так у нее не получилось если ты поедешь возьми меня с собой я говорю ладно съездим прокатнется чё нам молодым да незамужним съездим свожу ее за ее счет чё не чё не можно звонится сережа этот день победы порохом пропад этот праздник сединою на висках все перепутала пофиг зато настроение такое у меня всегда этот праздник всегда этот праздник прям до мурашек до мурашек самого детства и никакая мразь мне это из головы не выбьет никакая и никогда в жизни никакая мразь ой меня не переубедит как некоторые сейчас вещают что тоже не хочу говорить вот прям слов нет одни маты одни маты по отношению к этому как можно забыть очевидные вещи и переметнуться за блага европейские то блять как можно я живу в германии я немка но я знаю блин что почем было в то время и от немцев наслышана и от своих предков своих забыть кроме презрения эти люди у меня не вызывают не вызывают да в казахстане отменили там парад такой помпезный потому что что финансово говорят что это дорого выходит но они не запретили его делать людям не запретили делают и бессмертные полки все ладно нехер там те танки чтобы бтр и ехали на параде разрешите только людям люди сделают все сами я помню у нас всегда 8 мая было факельное шествие вечером перед 9 мая у нас было в моем родном поселке чкалово факельное шествие и салюты салюты такие были знаете с пистолетика три раз стрельнуто не то что сейчас раньше ж не было таких салютов у нас вот и сейчас такие нормальные красивенькие ну раз им дорого они этого не делать но они и не запрещают что самое главное так чё сейчас будем крутить или попозже серёжа эту аджику хрен то надо почистить ядрёну делать будем ядрёну ядрёна матрёна ну давай иди честь я только за вот на работе не работа дома теперь видишь искупляет вину искупляет где это моя чистилка зачем вот же ножичек маленький есть как ты чистилка почистишь вот маленький ножик я эти махачу махачу на махачи возьми маленький куда такой сабли и парасоты еще меч взял хватит я думаю одного такого на сколько там ты взял килограмм помидорчиков в этом магазине что вот я бегу через дорогу а я вам рассказала дешевую эту неделю помидоры на дубы люди набежали чем так пить хочу так в роте слушать что не дай бог умереть от жажды а я же конфетку съела думаю что таки благодарю все девочки делами будем заниматься что такое